МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Твой папа священник. Вот этот факт на тебя накладывает какую-то ответственность? Когда у тебя отец священник, это на самом деле не так, как может кому-то показаться то, что ты должен быть серьезным, входить в подрясники везде. На самом деле все думают, что я хожу в храм, наверное, только из-за папы, потому что он священник, но само присутствие на службе очень вдохновляющее. Как ты стал снимать? Как ты подмечаешь какие-то такие ракурсы? И что самое важное для тебя в фотографии? Люди больше всего критикуют фотографии, потому что если фотографировать животных или пейзаж, то они не смогут тебе сказать, понравилось ли им что-то или нет. Самое большое богатство в моей жизни – это люди, которые меня окружают. А самое ценное – это общение с ними. Сегодня я хочу вас познакомить с Филиппом Румянцевым, юношей, который в своих 16 хорошо знает, для чего посылаются человеку испытания и кто помогает с ними справиться. Филипп, очень рада тебя приветствовать в программе. Гости твоего возраста редки пока еще, но тем интереснее вот эти вот первые беседы и как видит молодежь этот мир, как реагирует и как рассказывает интересные вещи, связанные именно с твоим возрастом. Чтобы тебя познакомить сразу со зрителями, я тебя попрошу, опиши себя вот буквально там несколькими словами. Как бы ты себя описал сам? Я увлекаюсь фотографией, и на самом деле я не стараюсь мычаться за каким-то успехом большим, просто делаю то, что мне нравится. Какая удивительная мысль сейчас прозвучала, что ты не стараешься гнаться за успехом. Вот сейчас буквально все кричит и вопит о том, что ты должен быть успешный. Если ты не успешный, то жизнь твоя не удалась. А как ты для себя выработал такое правило, что ты занимаешься тем, что любишь, тем, что тебе нравится, и будешь ты должен? Я думаю, что если человек занимается тем делом, которым ему нравится, то он не будет стараться как-то, ну не то чтобы прокачивать, конечно, хочется сделать идеальную фотографию, хочется сделать красиво, но в первую очередь это должно нравиться тебе, потому что если это будет не приносить такого удовольствия в повседневной жизни, то и счастья от этого не будет. Вот скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, в тебе самые сильные качества? От каких, наоборот, ты бы хотел избавиться? Избавиться, наверное, начну с этого. Иногда зависть появляется, когда смотришь на чужие фотографии, и хочется сделать так же, а может и лучше. Вот я стараюсь как-то делать что-то свое более, не пародировать чьи-то фотографии, а, наверное, хорошее качество. Я даже и не знаю. Наверное, это то, что если меня попросят что-то сделать, я не смогу отказать, потому что мне очень неудобно отказывать. Я постараюсь сделать это дело в первую очередь. А в людях что-то ценишь? В людях я больше ценю честность. Если человек скажет честно, что, например, ему что-то не понравится, то это будет куда лучше, чем он будет врать по поводу этого. Вот ты уже много сейчас говорил про фотографии. Давай тогда поговорим про это твое увлечение. Как ты стал снимать? Как у тебя появился фотоаппарат? И как ты подмечаешь какие-то такие ракурсы? И что самое важное для тебя в фотографии? Увлекаться я начал в 2018 году, когда моей маме на день рождения подарили ее первый фотоаппарат. Нет, не первый, а второй. И на тот момент у нее получались действительно очень красивые фотографии. И я увидел и захотел так же. Начал фотографировать на свой телефон, что-то даже повторять. То есть она сделала с одного ракурса фотографии, и я тоже. Потом у меня появился фотоаппарат на батарейках, такой самый простенький. И, наверное, когда я начал активно этим увлекаться, это когда я победил на конкурсе среди молодежи. И тогда я понял то, что, да, действительно, если уж победил, то можно и увлекаться активно этим делом. И с тех пор, да, у меня появилась потом получше камера. И вот сейчас совсем уже профессиональная камера. Мне ее подарили на день рождения. Мне нравится природу фотографировать. Ну, при этом стараюсь сейчас портрет тоже освоить. Вот только хотел спросить, что тебе больше нравится фотографировать. Когда ты фотографируешь людей, как тебе кажется, что самое важное? И как вот... Всем, конечно, хочется на фотографиях выглядеть красиво. Но фотограф людей видит по-другому. И мне кажется, даже наоборот, какие-то черты характера обнажаются. Вот ты замечаешь это? Да, и есть даже такая, не знаю, поговорка, то, что люди больше всего критикуют фотографии, потому что если фотографировать животных или пейзаж, то они не смогут тебе сказать, понравилось ли им что-то или нет. По поводу людей нужно стараться понять, что в первую очередь они хотят увидеть в плане своего портрета, понять, как они это представляют и попытаться осуществить их представление. Кто твои первые модели? Это твои друзья, родные? Это мой младший брат. Он очень любит сам позировать. Иногда в игре я его стараюсь фотографировать. И он, даже когда мы гуляем, он просит меня вот так вот фотографировать. И ему это тоже очень нравится. Ну а сейчас я стараюсь всех родных фотографировать. Но вот пока я чужих людей, я стесняюсь лично. А сколько лет твоему младшему брату? Два года. Вот будет в этом году три. У вас большая очень разница в возрасте. Вот его появление в твоей жизни как-то повлияло на эту самую твою жизнь? На самом деле мне казалось, что повлияет, потому что во многих, например, фильмах, когда появляются младшие братья, про старших забывают. Но для меня это оказалось мифом, потому что, наоборот, я теперь с ним провожу больше времени. И мне даже нравится такой для меня новый образ жизни с братом. Я всегда любил детей, с ними старался общаться. И всегда мне говорили, вот тебе нужен младший брат или сестра. И вот я тоже мечтал об этом. И наконец-то появилась. Расскажи, пожалуйста, про свою семью. Просто вопросы отцов и детей, они волнуют все. На самом деле ведь это возникает в любом возрасте. Какие-то сложности, может быть, обиды, недопонимания. Какие отношения у тебя с родителями? И есть ли вот эта вот такая дистанция между вами, их возраст, опыт, знания, и то, что они все-таки родители? Или вы наоборот друзья? Мы очень дружим на самом деле. И проводим время вместе. Стараемся как-то находить общие интересы. То есть, например, я иногда показываю папе, как фотографировать. Мне мама тоже показывала. Мы можем посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Мы с ним гуляем практически каждый день вместе. И на самом деле я не вижу какого-то стеснения в них. Многие стесняются своих родителей, но это в первую очередь те люди, которым можно доверить. Они тебе не предадут, никогда не обманут. И ты можешь с ними поделиться настоящими какими-нибудь секретами. Скажи, пожалуйста, это вот тебе так повезло с родителями? Или просто молодежь, наверное, как-то не так себя ведет? Или есть какая-то подсказка, как чтобы отношения были такими же, как у тебя? На самом деле тут по-разному. Потому что некоторым, да, действительно, к сожалению, может не повезти с родителями. Некоторые просто не хотят их понимать и стараются делать все по-своему. Но если попробовать поговорить с ними, сказать, мне, например, нравится такая музыка, поделиться с ними чем-то, то можно заметить то, что потом отношения будут налаживаться. Если ты будешь говорить им просто правду. И просто свои интересы. Тебя поддерживают в семье? Да, меня поддерживают все мои новые интересы. Вот с теми же фотографиями меня поддерживают. Стараются как-то помочь даже, подсказывать, где можно, куда можно сходить, чтобы сделать красивые фотографии. Твой папа священник. Вот этот факт на тебя накладывает какую-то ответственность? На самом деле да, потому что я понял для себя то, что я являюсь небольшим, но тоже примером, как нужно вести себя в семье священника. Просто показать то, что когда у тебя отец священник, это на самом деле не так, как может кому-то показаться. То, что ты должен быть серьезным, входить в подрясники везде. Ты должен общаться с людьми и показывать, что ты общительный человек, и что ты для них будешь интересен. И, наверное, вот эти, я думаю, качества важны. Наверняка же ты знаешь из истории, из книг, а может быть из кинофильмов, что были времена гонений на духовенство. И даже в постсоветское время детям священников, вообще семьям священников было непросто. То есть поповский сын, поповская дочь, это, наверное, самое мягкое, что можно было услышать, свой адрес. Скажи, пожалуйста, как сейчас обстоит с этим дело? И ты на себе какое-то такое двоякое отношение чувствовал или нет? Когда мои друзья в школе впервые узнали то, что у меня отец священник, они к этому отнеслись на самом деле с уважением к отцу. У меня в классе есть много детей, у которых другая религия, и мне у них было тоже интересно, как они себя ведут, и им было интересно, каково это быть вообще священником. И на самом деле не было какого-то оскорбительного с их стороны поведения. А вот твой папа в достаточно раннем возрасте принял решение, что его сердце, его путь навсегда связан с Богом и с церковью. А как у тебя? Я тоже мечтал об этом, и помню в детстве вообще мечтал стать патриархом, но... Хорошая мечта, достойная мечта. А сейчас я тоже на самом деле хочу стать священником, но еще в детстве мечтал стать врачом, и поэтому сейчас я стану, наверное, отучусь сначала, побуду врачом, пойму, что для меня все-таки больше, стать врачом или пойти отучиться, как папа, уже не в позднем, но в среднем возрасте, в семинарию и стать священником. Готов ли я пройти такой же достаточно тяжелый путь? А в чем этот путь тяжелый? Тяжелый в том, что священник — это не просто работа, это работа, которая должна... Вообще священник, на мой взгляд, должен подсказывать людям не как жить, а он должен объяснить какие-то сложные, наверное, вещи простым для них языком. И в этом, наверное, вся сложность, то, что священник является очень большим примером своей религии. А у тебя есть духовник? Ну, духовник — это мой отец, я с ним советуюсь, помню, мы с ним очень долго вели какой-то разговор на такую православную тему, и иногда меня вопросы такие посещают, и я ему задаю, и он, конечно же, мне отвечает. То есть получается, что у тебя и страха перед исповедью нет, как, например, у твоих же сверстников или даже у людей другого возраста? Когда я первый раз, наверное, пошел на исповедь, это, ну, на серьезную исповедь, это было мне, наверное, лет пять или шесть, я точно не помню, было волнение, и сейчас есть волнение, потому что стыдно за свои грехи, которые ты делаешь, и подходить к батюшке, и я боюсь оказаться, меня все считают таким, наверное, но не то чтобы хорошим, но вот если он сын священника, значит, он некоторые считают то, что значит, он безгрешен, и стыдно подходить к батюшке, и говорить, батюшка, я вот себя плохо вел, там, родителям нагрубил, вот, и все же я стараюсь всегда исправляться, просить прощения как-то, и на исповеди говорить то, что я исправлюсь, и я это обещаю. Ты знаешь, удивительные ты, конечно, вещи говоришь, мне сейчас так отрадно слышать, что тебя это не тяготит, а наоборот, ты с такой любовью и гордостью говоришь о своих родных, хотя, опять же, да, мы говорили про успешность, и все говорят о своей свободе, но вот именно в твоих словах я и слышу вот эту вот свободу, свободу любви, расскажи, пожалуйста, как, опять же, на твой взгляд, вера человеку, что она дает, зачем она нужна, и что она дает тебе? Человек не может не верить во что-то, и вера в Бога, ну, это достаточно сложный вопрос, но все же, если человек верит в Бога, он верит в то, что в любой, ну, может, не в любой, но в ситуацию он ему поможет, и чтобы он ему помог, он должен показывать тоже своими хорошими делами, я, например, помог бабушке перейти дорогу, ну, это не значит, что если я сделал какое-то доброе дело, то у меня есть плюс один к тому, если делать, я думаю, хорошие дела, то Бог это увидит, то что ты человек добрый, и обязательно тебе поможет, и у меня много таких, на самом деле, есть примеров в жизни. А над другими религиями ты размышлял? Почему православие, вера истины? На самом деле, да, размышлял, я долго думал, почему у других религий есть свой Бог, и я понял то, что это достаточно вопроса еще не для моего возраста, и к нему я, наверное, вернусь, когда буду возрастом отца, то есть, когда у меня будет свой уже опыт, и я смогу опираться на источники Библии, например, Евангелия, когда уже буду более мудрее. Это мудро, это действительно очень мудро. Скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, почему в подростковом возрасте, как правило, ребята уходят из храма? Даже те, которые с детства присутствовали с родителями на службах и участвовали в таинствах, вот наступает какой-то такой возраст, когда происходит какой-то поиск себя. Как тебе кажется, почему так происходит, и что можно в этой ситуации исправить или изменить? У всех наверняка есть разные причины ухода. У кого-то это было принудительно, ты должен пойти в храм, у кого-то, кому-то может не нравиться православие, и он, например, хочет пойти в другую религию. У всех свои какие-то есть на то причины. И эти причины довольно, может быть, разумны. Ну, конечно, есть единицы, которые просто так поставить перед фактом, как-то нагрубить таким образом родителям. Но я считаю, этих людей очень мало. Что держит тебя? Держит меня, на самом деле, все думают, что я хожу в храм, наверное, только из-за папы, потому что он священник, но само присутствие на службе очень такое вдохновляющее. Когда ты стоишь на службе, очень захватывает даже дух. И я тоже с раннего детства хожу туда, с бабушкой мы ходили. И мне это нравится. Это было непринудительным. То есть, если, например, я не хотел в детстве пойти, то да, мы не ходили. А когда я просил, то, естественно, мы все шли на службу, причались, меня все знали там. И, наверное, из-за этого я и проявил любовь к храму. Ты очень интересно сказал, что две профессии, которые тебя привлекают. Одна – целитель душ, а другая – исцелять тело. Вот как ты решил для себя, что ты хочешь врачом? Ведь это же просто так не возникает. На самом деле, я долго задумывался о враче, и я понял то, что когда люди мучаются, им безумно больно. И я хочу, чтобы эту боль утолять, бороться за жизнь. Это же, как и священник, он же тоже, по сути дела, ну не то, что борется за жизнь, но они действительно, да, оба борцы за здоровье только души и тела. И залечить раны, помочь человеку, я всегда хочу помочь чем-то, прийти на помощь, и поэтому, наверное, и врачом. А врач в какой области? Наверное, детский, потому что, опять же повторюсь, я люблю детей и помогать. Это благодаря твоему брату? Ну да, и до него я тоже, наверное, думал, был детским, но с приходом брата я понял то, что это, наверное, точно будет. Ты ведь, интересно, сейчас сказал мысль о том, что избавлять человека от боли, и чтобы он не испытывал вот этих вот мук, не испытывал боли. Но и у тебя же в жизни был такой период, когда тебе тоже нужна была врачебная помощь. Можем мы об этом поговорить? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, вот эта ситуация с твоим здоровьем, как тебе кажется, она... Почему тебе дана была? На самом деле, я задавался этим вопросом, когда сломал вот ногу, когда лежал в больнице, я все думал, вот за что? Просто были перед этим даже, ну не то чтобы знаки, но... Ситуации какие-то... Да, ботинок слетел на этой ноге. Но потом я понял то, что жизнь изменилась для меня. С этой ноги. И, возможно, она... Вот этот случай, казалось бы, какой-то переломный, который в ужасе был, была сильнейшая боль, изменил жизнь, и, возможно, предостерег от чего-то более страшного. А вообще, Господь, как тебе кажется, для чего человеку посылают испытания? В наказании? Или вот как ты сейчас это оцениваешь, что это было для чего-то важного нужно? Возможно, и для наказания в некоторых случаях, а возможно, посмотреть, способен ли человек выдержать такие довольно сложные испытания для будущего. То есть, показать как бы демоверсию, ну не то чтобы будущего, но чтобы он был готов уже к этому и поступал правильно в следующий раз. Я очень благодарна тебе, что ты и про это сейчас рассказал. А ты вообще человек, сентиментально тебя легко растрогать? Например, фильмом, книгой? На самом деле, да, я... Когда последний раз плакал? Над чем? Когда последний раз плакал, наверное, я точно не помню, а сейчас не могу точно вспомнить, но да, есть такие моменты, когда там кого-то жалко, вот соседская собака умерла, когда я помню, у меня... Я был на самом деле не такой уж и маленький, мне было лет 12, наверное, да, я плакал, хотя для меня эта собака была никто. Ну а так, честно говоря, я стараюсь как-то сдерживать эмоции, хотя и думаю, что это не очень правильно человек должен показывать все его чувства, но тоже в разумных как-то целях. Я последний раз поймала себя на мысли, что слезы текут, тот момент, когда мы с моим младшим сыном смотрели фильм «А вам и не снилось» про дружбу молодых ребят, про первую влюбленность, фильм старый советского времени, и там такая чистота в чувствах и в отношении друг к другу, но я поняла, что у меня даже не самый какой-то такой опасный момент или такой драматический момент, а у меня слезы умиления от того, что мы вместе с сыном смотрим, от чистоты этой дружбы и отношения. Я тебе тоже очень рекомендую этот фильм, если ты его не видел, он очень добрый. Скажи, пожалуйста, как сейчас современной молодежи, где находить людей близких по духу, где знакомиться, где общаться, чтобы находить сверстников, с которыми можно говорить на одном языке, думать на одном языке и даже помолчать? Лично для меня я нашел друзей как в школе, как и до нее. И если, например, для меня интересно общаться с человеком на одни темы, то есть, если человек увлекается фотографией, то с ним будет, конечно, интересно общаться, но и при этом мне интересно тоже общаться с человеком, у которого другие интересы, понять, вот что, в чем ему нравится вот это дело с его точки, уже любительской, понять. А так, если найти какого-нибудь человека, ну или группу друзей, чтобы понять и разговаривать на одни темы, то сейчас все же у всех есть телефоны и можно зайти в какие-нибудь соцсети, найти группы, связанные с этим и там общаться, например, на одни темы. То есть, в соцсети это не зло? Нет, это не зло, как их правильно использовать, потому что это, например, тот же самый нож. Ну, ножом можно порезать сыр, но и можно сделать что-то плохое, к сожалению. Нужно, если правильно ими пользоваться, то и будет хорошо. Отличный пример. Мы, когда записывали программу с твоей мамой, она сказала очень интересную мысль. Я ее спросила про счастье, и она сказала, что счастье это очень эфемерное понятие, об Евангелии, так и вообще такого слова нет. Есть слово радоваться. Мне это до сих пор мысль не дает покоя, я и делилась со всеми этой мыслью, и сама теперь об этом все время думаю. Что радует тебя в жизни? Меня в жизни много, что на самом деле радовало, но, естественно, это рождение брата. Я радуюсь, когда, например, на конкурсах каких-то чтецов побеждал, и за близких тоже, конечно, радуюсь, когда маму снимали, я тоже был за нее рад, когда папу вот сейчас сняли, я тоже в какой-то мере рад, и я стараюсь радоваться за всех близких, друзей, ну и за себя тоже. А когда настроение не очень, что помогает? Помогает, наверное, когда это, наверное, я вот стараюсь как-то отвлечься от этих мыслей, не зацикливаться на них. Например, посмотреть какое-нибудь смешное кино, или попробовать порисовать, или сделать ту же самую фотографию какой-нибудь смешной, вот, например, с братом или собачкой. Я тебе очень благодарна за этот разговор, и буквально заряжает твое жизнелюбие. Спасибо тебе огромное. Да, спасибо. Спасибо за то, что был искренний в этой программе, и, конечно, творческих тебе успехов фотографии, не только, и Божьей помощи во всех твоих начинаниях. Спасибо. Спасибо тебе. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова